В Лондоне пока в частном порядке, но уже начинают высказывать желание послать свой контингент на помощь Украине. В том случае, если американцы прекратят свою поддержку Киева. В данном контексте давайте посмотрим, что сейчас из себя представляет военная мощь некогда Великой Британии. Но для начала хочу напомнить тебе, что на Бусти, в частном телеграм-канале и в группе ВКонтакте за абсолютно символическую плату продолжают регулярно выходить эксклюзивные видео. К примеру, на днях я рассказал о том, как искусственный интеллект может повлиять на ход украинской войны и почему терминаторы проиграли войну. Все ссылки в описании под видео. В настоящее время общая численность личного состава британских вооруженных сил составляет не более 145 тысяч человек, из которых более 70 тысяч числятся в резерве. Соответственно, сухопутанные войска отличаются ограниченной численностью личного состава и занимают половину от общего числа военнослужащих. Танковые части — основная ударная сила любой армии. Они имели на вооружении до недавнего времени около 200 танков Challenger 2, однако несколько десятков были отданы Украине. Оставшаяся часть, как выяснилось, в основном непригодна для боевого применения. Парк бронетранспортеров и боевых машин пехоты насчитывает около 1200 единиц. Новое семейство техники Ajax крайне дорогое, из-за чего процесс перевооружения идет медленно. В артиллерийских частях имеется не более 70 самоходных установок и около 110 буксируемых орудий. Реактивная артиллерия представлена всего 30 боевыми машинами. Значительная часть артиллерии была также передана Украине. В армии имеются и средства противовоздушной обороны разных классов, от переносных зенитно-ракетных комплексов до полноразмерных систем в стационарном и мобильном исполнении. Как известно, этот вид войск за последние два года также изрядно ослаб из-за военной помощи Украине. В частях Королевских военно-воздушных сил имеется не более 120 истребителей Еврофайтер Тайфун и не менее 30 новейших F-35B, предназначенных для авианосцев. Военно-транспортная авиация включает около 40 самолетов всех типов. Имеются также самолеты специального назначения, но в ограниченных количествах. Но все же некогда Великая Британия всегда славилась своим непобедимым военно-морским флотом. Как же он себя чувствует в настоящее время? Сразу стоит отметить, что Королевский военно-морской флот не отличается большими размерами и боеспособностью. В настоящее время в боевом составе числится всего 10 подводных лодок, 4 из которых вооружены ядерными баллистическими ракетами. Причем их боевые части арендуются у Соединенных Штатов. Соответственно, применение такого оружия зависит от Вашингтона. Имеется два авианосца – Королева Елизавета и Принц Уэльский, поступившие на службу в 2017 и 2019 годах. Корабли эти постоянно ломаются, не могут одновременно выйти в море, и большую часть своего существования находится в небоеготовом состоянии. И все по причинам постоянных технических поломок. Причем дефицитные исправные элементы, как правило, снимают с Принца Уэльса в пользу Королевы Елизаветы. На вооружении есть более 30 боевых кораблей разных классов. Самыми современными и крупными являются 6 эсминцев тип 45. Также имеется достаточно большое количество небольших катеров разных классов и вспомогательный флот. Несмотря на различные программы строительства и модернизации, общее состояние британского военного флота постепенно ухудшается. Небольшой корабельный состав считают в общем достаточным, но он явно не соответствует политическим амбициям Лондона. Ситуацию исправляет лишь то, что за спиной англичан стоят американцы. Причем даже содержание такого небольшого флота для британцев в настоящее время крайне затруднительно, ввиду слишком высокого уровня затрат. Что ж, настало время подвести некоторую черту под всем вышесказанным. В чем же объективные причины деградации британских вооруженных сил? Еще до Второй мировой войны Великобритания была известна как владычица морей. Ее военно-морской флот был самым крупным в мире и позволял продвигать интересы страны в любых регионах. Время шло, и ситуация менялась с распадом Британской империи. После окончания Холодной войны Великобритания особо не тратилась на военный бюджет. За счет экономии на вооруженных силах руководству страны удалось оптимизировать бюджет и высвободить средства для других направлений и областей. Сейчас Лондон сталкивается с последствиями своей политики. Такой подход продолжался в течение нескольких десятилетий и привел к настоящей деградации вооруженных сил с падением их возможностей. А начиная с 2022 года состояние и потенциал сухопутных войск дополнительно ухудшились из-за желания Лондона помогать Киеву. Передаваемое сухопутное вооружение бралось из строевых частей. Ну а себе же оставляли технику, нуждающуюся в ремонте. Сейчас в общем и целом военный потенциал некогда Великой Британии достиг минимального уровня. И страна уже не может обеспечить защиту своих интересов от так называемой российской угрозы. И речь идет в первую очередь о финансовых проблемах, нехватке личного состава, его низком качестве, а также о проблемах с материально-техническим обеспечением. Разговоры об отправке войск на Украину являются лишь популизмом отдельных политиков. В нынешнем состоянии Британия может выполнять только миротворческие и гуманитарные миссии, проводить эвакуацию населения и организовывать диверсионные спецоперации. Для ведения полномасштабного вооруженного конфликта сухопутные войска абсолютно не готовы, ведь у них быстро закончатся боеприпасы. Военно-морской флот испытывает недостаток рабочих кораблей и потому не может организовывать необходимое дежурство в Северной Атлантике для поиска российских подводных лодок. Военно-воздушные силы имеют примерно половину от требуемого числа истребителей. Решением всех этих проблем в Лондоне считают увеличение оборонного бюджета. То есть очень вероятно, что такую самокритику лоббирует военная промышленность. Причем одновременно со всем этим количественный состав вооруженных сил именно что сокращается из года в год в среднем на 3000 человек, а не увеличивается. Ну а по факту же следует не увеличивать бюджет, а бороться с коррупцией в Министерстве обороны, а также повышать эффективность расходования средств. Однако даже при большом желании выделить больше денег будет крайне сложно. Британская экономика испытывает трудности, и несколько последних правительств не смогли исправить ситуацию. Но все же списывать Соединенное Королевство со счетов не стоит. Несмотря на кажущуюся слабость, британцы будут использовать, да и уже вовсю используют, свои сильные стороны. Первая из них – это мощная политическая школа и международная репутация. Лондон способен оказывать открытое и эффективное влияние на своих союзников, то есть ловко умеет воевать чужими руками. Вторая сильная сторона – это экономическое поощрение или давление на политические элиты в различных странах, что будут действовать в интересах Лондона. С Россией в этот раз не вышло. Однако имеются и иные, более мелкие страны. Ну а что касаемо проецирования военной силы, то некогда Великая Британия находится под крышей Соединенных Штатов, потому ей по большому счету опасаться нечего. Не забудь, при желании, поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти, в частном Телеграм-канале, либо в группе ВКонтакте. Бонусом ты получишь доступ к эксклюзивным видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся и на другие мои ресурсы, такие как Рутуб и Яндекс Дзен. И про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!